У меня такой вопрос. Я вчера позвонила по общему ковидному. Мне ответили, что там обслуживают только Москву. А в прошлой, когда у весной пандемия была, ко мне приходили Одинцовские. А сейчас мне ответили, их нет. А тут вижу, волонтёры сидят, ребятишки. Все такие хорошие. Как бы это мне заполучить? Как мне с ними связаться? Один звонок в прямой эфир нашего канала. Из-за работы берутся волонтёры. В их штабе такие просьбы о помощи фиксируются и распределяются по графику. Далее обзвон подопечных, выяснение проблемы, поиск путей её решения. В течение часа я к вам подъеду. Ожидайте. Я вам наберу из магазина ещё. Купить овощи, хлеб и другие продукты. Задание получено. Денис спешит в магазин. В период пандемии пожилым людям не рекомендовано выходить из дома. Да и нести тяжёлые пакеты не так просто. Так что помощников встречают как родных. Мои хорошие, хорошие помощники. Дай вам Бог здоровья самим всем, чтобы ничего у вас не повредилось, не заболелось. Здоровье у нас крепкое. Лидия Шклёнская за помощью к волонтёрам раньше уже обращалась. Летом они приобретали необходимые лекарства. О том, что и продукты помогают закупить, не знала. Подруга посоветовала позвонить на телевидение. И звонит мне по телефону. Лида, скорей, скорей, включай. Вот и вы там для тебя волонтёры. Я скорей включила, телефон записала, скорей позвонила. Думаю, Господи, ну вот как Господь посылает? Одного в помощь другому, этого другого в помощь третьему. Это удивительно. Цепочка добрых дел в нашем округе благодаря волонтёрам не прерывается. Помочь нуждающимся стараются в любом деле. Говорят, слова благодарности бесценны. Эмоции бабушек, дедушек, как они радуются нашему приезду, особенно которые одинокие, они прямо вот видно хотят оттянуть время, поговорить о том, о сём. В рамках проекта «Мы рядом» добровольцы помогают пожилым людям нашего округа. В период пандемии, внимание и забота им особенно необходимы. Полина Бахова, Артём Ломоносов, телекомпания «Одинцова».